Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с самыми последними новостями. Азербайджан объявил в розыск заминировавшего Лачин и Кельбаджар полковника Карюна Гумощана. Сейчас я покажу, что он тут заминировал. Вот, Лачин и Кельбаджар. Недавно здесь погибли в районе Кельбаджара трое, двое корреспондентов и один сотрудник, и плюс еще четверо получили ранения. И вот теперь нашли виновного, кто организатор этих минирований. Это, оказывается, все организовал полковник Карюн Гумощан. Азербайджан объявил международный розыск полковника вооруженных сил Армении Карюна Гумощана. Который 6 июня 1921 года в интервью агентству Ной Антапан в Ереване армянскому телевидению признался, что они заминировали около 600 гектаров земли в Кельбаджарском и Лачинском районах путем закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных посредством 17 грузовых автомобилей. Так вот, оказывается, кто минировал эти Кельбаджарский район и Лачинский. Здесь еще подзорвались, да, и в Лачине. Так, что тут? В ходе проведенного генеральной прокуратуры расследования возникли основательные подозрения, что директор военного училища имени Тиграна Меца, Меца, полковник у него звания, вооруженных сил Армении, в отставке Корюн Гумощан, вступил в преступный сговор с другими лицами, чья личность устанавливается с целью осуществления провокационных действий и массовых убийств граждан Азербайджана с использованием 17 грузовых автомобилей, который установил там мины в этих двух районах, Лачинском и Кельбаджарском районах. Достоверность вышеуказанного подтверждает недавно факты гибели и ранения наших соотечественников, подорвавшихся на противотанковых и противопехотных минах, освобожденных территорий Лачинско-Кельбаджарского районов. Да, сейчас весь мир уже узнал, что здесь все заминировано, вся территория вот этих районов, Агдамский район, Кельбаджарский, Лачинский, и в общем где-то 97 тысяч мин. Это, говорю, это нереальная сумма. Оказывается, они на грузовиках привозили и минировали все там. В связи с вышеизложенным военной прокуратурой Генжи возбудили угловное дело по этим статьям. Типа он привлечен в качестве обвиняемого Корюн Гумащан в умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство двух и более лиц, по мотиву национальной расовой ненависти и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Сейчас его ищут, он объявлен в розыск международный. Если он попадется в руки азербайджанского правосудия, то ему грозит, я думаю, высшая мера наказания. Минимум там больше 20 лет, это точно. И сейчас в Армении, как сказать, бешенство началось. Для чего мы отдаем карты минных полей? В Армении началась истерия. Определенная часть армянского общества недовольна действиями своих властей. По их мнению, они утрачивают инструмент шантажа Азербайджана. Главное, чтобы шантажировать Азербайджан было чем. Передача карт минных полей Агдамского района Азербайджану вызвали в Армении шквал недовольств и возмущений. Если раньше истинная природа жестокости армян часто подразумевалась, чем так называемый в данный момент, в сознании многих армян мало изменилось со времен ханжелинского геноцида. Вчитываясь в официальные заявления армянских политиков и СМИ, сокрушенно причитающих об утрате инструмента шантажа Азербайджана, явно, что для армян азербайджанские жизни как бы ничего не значат. Как передает АЗС, до передачи карт минных полей одной из самых популярных тем в армянских соцсетях было смакование подробностей гибели еще одного турка. А, оказывается, они в соцсетях смаковали. А, еще один турок взорвался, подорвавшийся на мине. Для них это радость была. Никто из радующих по поводу гибели, травмы пострадавшего от мин даже не задумывался о том, что этот человек просто хотел жить на своей земле, имел друзей и родственников. Нет лишь скотская радость, ни одного комментария с неким подобием сожаления. Никто из армян не сожалел, что азербайджанцы подзорвались тогда грузы. Вот этот КАМАЗ в Кельбаджарском районе, там в Лачинском подорвались еще люди. Так что, когда азербайджанский МИД, обращаясь международного сообщества, заявляет о человеконенавистской политике Армении, он прав на все сто. Но теперь же армяне, как бы сказать, сожалеют, что Армения передала карты минных полей и утратила стратегическое преимущество всего лишь. Более того, многие армяне даже подсчитывают потери Армении от этого акта и открыто обвиняют об этом капитулянта Пашиняна. Пашинян для армян в этом смысле самый главный виноватый. А, и вот еще как интересно армяне считают. По мнению армянских СМИ, если бы карты Агдамского района не попали бы в руки Азербайджана, то в ходе там разминирования, ну если бы еще жители там бы еще поселились и стали вести свою деятельность у Азербайджана, было бы порядков еще 100 жертв. Типа, если бы карты не отдали, то бы там было еще 100 человек погибло. Что делало бы весь регион непригодным для освоения на протяжении длительного периода времени. Ну да, уже сам Аль-Хамалиев заявил, что разминирование займет очень много времени, порядка, он говорил, что 10 лет. А без карты это нереально было разминировать. Армяне сейчас типа жалеют. Вот не отдали бы карты, то подорвались бы еще 100 азербайджанцам, для них был бы праздник. Уровень человеконенавистичства армян теперь можно протоколировать, как подтвержденный факт. Так, дело в том, что вот азербайджанцы недооценили коварство и двуличие армян. Азербайджанцы пишут, мы воспитаны на некоторых правилах рыцарской этики. Полагали, что проигравший признает свои поступки, дает обещание исправить содеянные. Если поступил бессовестно, в конце концов пытается искупить свою вину. Мы искренне в обмен на предложение о разблокировании коммуникации ждали, что армяне будут просить прощения у Азербайджана за совершенные зверства и преступления. Увы, в результате они не только не покаялись и не намерены это сделать, но еще и радостно потирают руки, глядя на новые факты гибели азербайджанцев на своей же родной земле. Что тут сказать? Мировому сообществу просто раз и навсегда нужно запротоколировать факт. Армянство и его человеконенавистическая политика – проблема не только Южного Кавказа и нашей страны, но и потенциальная угроза всей планете. Ну это и вот издательство АЗС сделало. Я раньше говорил, что многие армянские политики высказывались, как его Сарксян там говорил, зачем мы отдали эти карты минных полей, пускай бы азербайджанцы подрывались бы там и дальше, типа Пашинян зачем он дешево так выменил, типа уже были статьи на моем канале. Ну вот неудивительно, что сейчас в Армении многие хотели, чтобы раньше еще бы больше подзорвались бы азербайджанцы на этих минных полях, и они жалеют, что отдали карты. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok